То есть это ватник возле метро, когда вы доходили, ударил прямо сюда в глаз? Да, в лицо, в очки. Он это будет цинять. Он сказал на вас, подходя к метро, что у вас... Я и шла после теракта, и шла в метро. После теракта сразу, да. Потому что нам сказали, малыми группами едьте на площадь, чтобы не провоцировать еще какие-то самые непонятки. Подходили к метро, и он... Да, подходила я к метро, мимо кафе, под Ивой, который находится на станции метро Маршала Жукова, какой-то мужчина... Крмезный такой, здоровый. Да, плотный, плотный. Что ты одела половую тряпку бандеровская скульпч? Я говорю, как вы имеете право такое говорить? Это государственный флаг. Что вы себе несете? Я говорю, если вам не нравится Украина, езжайте куда угодно. Он начинает опять меня матюками... Потом хлопцы подошли уже, люди... Нет, нет, нет. Сначала вот было, это самое. Говорю, сейчас трое убили, мало убили. Я говорю, какая же ты гадина. И ударил. Он разворачивался и ударил как раз вот сюда. Я была в шоке, я начала кричать, люди, помогите мне, это сколочь ударило. Его потом скрутили, как-то там все взорвало? Нет, начала не было такого. Сначала говорят, вызовет в милицию, он стоял, не уходи. Он пытался уйти, его не пускать. Что там с кульком у него там выпало? У него был кулек, но кулек не сразу, он держал борсетку, борсетка была вот такая толстая. Когда начали, говорят, это он тебя ударил? Да, говорят, ты что, сволочь, он на того тоже ударил. Но мужик ему ответил крепко. И от неожиданности выпускает кулек и борсетка падает, там полная куча денег, вот так. А кулек, он как-то увидел, что кулек упал, он на него встал. А другая женщина, Валентина, у него было древко от плака такое, и она эту вот кулек у него спалил. Она достает, и когда оно приоткрылось, она увидела как раз вот эти... Потом уже люди его скрутили, да? Нет, не имею в виду, да, я там был, вот, я видел. Вот, и люди... А у вас рук нет его в наличии? Вот, смотри. Ну, такие немецкие хрестики, да. Вот, вот, вот. И когда люди увидели свадьбу, они были в шоке, во-первых, терапию. Заточенные, блин, конкретно. Вот это все, понимаете, и они как начали, ах ты сволочь. Вот тогда он понял, что это самое, что уже не полу попался. Да, еще двое, одни уже его защищали, еще двое прибежали ему на помощь. И это вещь док забрали, чем он занимается? Нет, его не забрали, он находится еще, потому что нам сказали... Нет, ну вы сфотографировали, да. Да, да, да. Мы не отдали ни СБУ, ни милиции, потому что они хотели, чтобы мы просто отдали. Мы сказали, мы отдадим только подроспеть, подопись и так далее. Да, да, обязательно. Вот, и тогда он ползком лез в этот кафе, вот, потому что люди... А сотрудники этого кафе, видно, они знакомы, потому что они его пытались тянуть, они так его защищали, да. И он свою барсетку просто вот... То есть сепарское гнездо там? Вот туда просто кинул. Потом пришла милиция, но люди были в таком шоке. Потому что столько смертей, столько раненых. Его милиция вывела, и мы пошли в отделение на станции метро Жукова. Он начал там клеить дурочку, что это самое. Потом пришла директорша этого кафе и принесла его барсетку. Она была уже вот такая тоненькая. И там оказалось только 165 гривен и паспорт. Но мне кажется, что там были еще, видно, какие-то посвечения, какие-то... Ну, это сепарское гнездо, которым... Да, да, это сепарское. Я призываю. Оно находится там незаконно. Призываем СБУ. Незаконно. Это под пивой. Они там собираются. Они все время провоцируют. Они нагнетают обстановку. Они нас ждали там. Вот, просто так простые граждане просто так не носят. Я видел это в руках. Я могу подтвердить. Это был там, немецкий хрис. Вот такой шириной, так и лес. И оно так заточено со всех четырех сторон. Если будет оно лететь на скорости, но это смирно. Это смирно. Вот они все-то. Вот такой. Вот так. Там был значок еще чекиста. Поточенный на лист. Вот он, он там сбоку органов. Ну, мизмат, да, из-за кого-нибудь. Да, ну, мизмат у него должен быть. Златан, мизмат. Нет, он не занимается этим. И еще. Подошел его, потом, когда я писала заявление, писала. Я с меня, подошел ко мне мужчина, сказал, это вас он ударил. Да, ну, пожалуйста, не пишите заявление. А я ему ответила. Вы знаете, ваш сын ударил не того человека. Ради памяти своего крестного сына, героя Небесной Сотни, героя Украины, Влада Зубенко, я просто это не имею права. Замолчаю. Замолчаю. Я прошу, откуда? Так каждый гражданин нормальный украинец не имеет права это замолчать. Мерзоту эту. Я прошу всех граждан Украины. За что наши деды под Салининград? За что мой дед под Салининградом погиб? За эту мерзоту гребаную. Какая была диета? Что они на украине? Что они на украине? Это очень страшно. Мы последней. Сажар. Для рисователя. Вот, бутатуй, тяга. Бутатуй, тяга. Где осень? Тяга. Субтитры делал DimaTorzok